Пустите там моя дочь. Пропусти, я вызывал. Идея началась с детской истории, с детского впечатления из детства. Я знала девочку, которой отец был серийный насильник, не убийца. И узнав об этом, для меня это был большой шок в детстве. Я пыталась понять, как эта девочка себя чувствует. Потому что я в детстве, в общем, так выросла. Мне мама всегда говорила, ты представь себя на месте другого человека. И у меня была привычка представлять себя на месте человека всю жизнь. Наверное, поэтому я и стала сценаристкой. И вот меня это очень резонансовало. У меня очень хороший отец, но я не могла себе представить, как вот вдруг я узнаю, что отец вот такой. Это такой тектонический разлом душевный. Что, видимо, такое впечатление было мощное, что я вот как-то все начало с детства. Прежде всего, когда я в школе основной познаала девочку, которой отец был серийным гвалидом. Не забудьцем, но гвалидом. И я уже тогда начала думать, как она себя чувствует, как она все это переживает, что с ней было тогда. И моя мама всегда говорила, что старайся быть эмпатична, старайся чувствовать себя в роли других людей. И я всегда стараюсь это делать. И может, поэтому именно я именно сценаристка. Нет, мы не встретили серийного убийцу. У нас был опыт общения просто со следователями, которые работали с серийными убийцами. И одна из историй, которую нам удалось использовать, это то, что при задержании одного из таких вот серийников, он его спросили, не сняться ли ему те люди, которых он убил. На что он сказал, что я их спас и их душу в раю, я их очистил. И, собственно говоря, это было использовано. Нет, лично мы не имеем отношения с серийным убийцем, но мы имеем отношения с следователями, которые закрыли в убийцах таких серийных убийцов. И один из них рассказал нам такую историю, что когда именно сняли одного серийного убийца и спросили, что не снял ему себя и его офиары, он ответил, что не снял ему себя, потому что я их избавил и, благодаря мне, они имеют шанс на рай. Нет, мы, конечно, не хотим уберечь людей от веры в Бога, это было бы слишком странно. Мы как люди верующие как раз хотим, чтобы люди верили в Бога. Просто другое дело, что мы хотели уберечь людей от извращенного понимания веры. Можно даже я скажу? Я думаю, что здесь просто нам, как бы сейчас более точно выразимся, мы, наверное, как раз хотели сказать то, что истинная, настоящая вера только и может спасти от фанатизма. Да. Ну, мы можем сказать, что не. Прежде всего, мы хотели бы, чтобы мы устрелить людей перед фанатизмом.